Здравствуйте, дорогие зрители! Вновь с вами мыльная пена с очередными новостями разнообразной закадровой жизни актеров и актрис Латинской Америки. Начнем с Ивана Санчеса. У испанца заканчивается проект «Латин Пестат», где Иван предстает в виде главного негодяя сериала, делающего невыносимой жизнь Эмилью Маленью. Ну вот, значит, ну, по крайней мере, невыносимой становится и его собственная жизнь. Похоже, что Санчес вжился в роль на 100%, поэтому его просто преследуют конфликты. Трудно сказать, что здесь правда, а что вымысел прессы или очередной пиар-ход продюсера. Ясно одно, что Иван попал в атмосферу очень отличную от его родной Испании. Дело в том, что съемки в Мексике идут совершенно не так. И он очень долго не мог привыкнуть, во-первых, к хаотичности процесса и к тому, что нужно пользоваться суфлером. Кроме того, его жутко напрягал сценарий, и он в целях улучшить новеллу даже пытался переделать свои реплики, чем вызвал шквал упреков и извительных статей. А ведь был прав, потому что сценарий, в общем, не особо-то удачен. И зритель тоже с этим согласился и проголосовал низкими рейтингами. Иван впал в настроение ностальгическое, сказал, что ужасно скучает о своей родной Испании, и вообще все, что там на съемках происходит, доводит его до сумасшествия. Ну вот. А сейчас, так сказать, последняя вишенка на этом тортике из сплетен. Пишут, что Иван очень высокомеренный групп с техниками на съемочной площадке. Якобы он старается свести общение с ними, к минимуму. И даже с ними не разговаривает и не замечает их. Ну, трудно здесь что-то комментировать, потому что есть разные манеры актерского поведения. Кто-то стремится подружиться со всеми, до кого дотянется, а кто-то приходит на площадку работать, выполняет свою работу, как положено, и уходит. Так что вот непонятно, что же главное для мексиканцев. Классное отношение на площадке или конечный результат новеллы. Хотя, сдается, что все у нас тут по Жванецкому. Какая разница, какой там вкус у борща, когда такие офигительные дела на кухне. Следующая у нас новость о романе. Аргентинские актеры, Майка Мегарена и Моника Антонополос, стали выходить на публику. Но вы помните, мы немножко, так сказать, раньше, месяца три, наверное, назад вам рассказывали о том, что ходят сплетни о том, что у них там какие-то отношения. Ну, так вот. Если раньше они эти отношения пытались замаскировать, то теперь решили, что хватит. Тем более, что нечего от коллег и прессы прятаться. Бесполезно это занятие. Потому что за ними уже проследили и выводы сделали. А чего спрашивают стесняться? Пара красивая и любовь в дело хорошая. А вот развод – дело не такое хорошее, как любовь. Можно сказать, что даже очень плохое. На прошлой неделе мы рассказывали вам о разводе Серхио Гойри с его женой Телло Филиппини. Ну, оказывается, там все не совсем тихо и мирно закончилось, как мы надеялись. А совсем даже наоборот. Конфликт между супругами настолько глубок, что несколько недель назад Телло даже оказалась в клинике. Но если вы думаете, что она оказалась там с каким-нибудь нервным расстройством, то вы очень сильно ошибаетесь. Нет. Ее привезли туда с очень сильными побоями. Оказывается, любящий муж так сильно ее избил, что ее госпитализировали. Ну, что можно сказать? После 20 лет брака вот так вот расставаться как-то печально. Ну, а с другой стороны, если мужик распускает руки таким образом, что женщину вызовут в больницу, так пусть он и идет лесом. Или найдет себе кого-то другого в качестве груши для битья. Не очень-то жалко. Пусть она перекрестится обеими руками, что так все счастливо закончилось. Мог бы вообще убить. Ну, и после развода частенько остается осадочек неприятный. Ну, вот. Эухенио Дербес рассказал, почему он не имеет близких отношений со своим сыном Хосе Эдуардо. И обвиняет в этом свою бывшую супругу Викторию Руфу. Она сделала все, чтобы отдалить сына от отца и виновата в их прокладных отношениях только она. Ну, что, все может быть. Женщины часто так делают в качестве отместки за разрыв. Даже самые успешные из них не могут отказать себе в удовольствии хоть как-то досадить бывшему. Ну, а что? Виктория – настоящая женщина. Ничто человеческое ей не чуждо. Вот она и постаралась. Ну, в частности, она сказала сыну, что даже ее свадьба с Эухенио была большим. На что Эухенио ответил, что свадьба, хоть и была очень скромной, но все было сделано законно и по форме. Он хотел сделать ей сюрприз, поэтому свадьба была на крыше. Они пригласили гостей, обнялись кольцами в очень романтической обстановке при свидетелях. Потом съели по паре гамбургеров, чтобы отметить это событие. А платье невесте заняла подруга, которая была в два раза крупнее Вики. И были они молодые, бедные, но счастливые. Куда потом чего девалось – это уже вопрос отдельный для другой программы. Еще один человек не понимает, куда чего девается. Себастьян Рули грустит из-за разрыва сараселя рамбулы и спасается только работой. Ну что, работает он, конечно, много. Для того, чтобы не было времени думать о превратностях судьбы. Можем сказать только одно, что сначала они нас грузили своим счастьем карамельным, а сейчас начнут долбать своими переживаниями. Ну все, хлеб и реклама опять же. А она в их деле делала такое нужное. Ну и напоследок немножко забавного. У нас есть несколько интересных снимков. Знаете, почему некоторые актеры терпеть не могут работать с суфлёрами? А вот поэтому Данна Гарсия пытается найти в декольте упавший микрофон. Смотрите. А у Флоренции де Сарачо проблема еще глубже, потому что микрофон застрял где-то в нижних регионах. Ну и парочка конфузов с одеждой. Салма Хаек показала новые, очень неожиданные грани своего таланта. Не вовремя поднялся сильный ветер, и публика увидела то, что ей никто и не планировал показать. Ну, думаем, что те, кто там были поблизости, получили свою долю удовольствия, и, в общем, популярность Сальмы только увеличится в результате. Марио Лопес, известный ведущий, тоже тут отключился и решил рассказать, как он садится в машину. Значит, он туда сел крайне неудачно и радостно продемонстрировал свои достижения народу. Вот и молодец. Какие секреты, спрашивается, могут быть от коллектива? Тем более от такого замечательного, как мы с вами. Ну вот, на этом все. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. До новых встреч. Ждем вас на следующей неделе. Продолжение следует...